Марина Фиорато. Венецианский контракт. Читает Наталья Квин. Откровение. Стих шестой. Глава седьмая и восьмая. Часть первая. Конь вороной. Пролог. Венеция. 1576 год от Рождества Христова. Себастьяно Веньер, дождь Венеции, смотрел из дворцового окна, и во взгляде его чувствовалось не меньшее волнение, чем на море. За годы плаваний он научился безошибочно предсказывать погоду. И вот уже три дня он наблюдал, как надвигается шторм, заволакивая тучами небо над горизонтом и подкатываясь к городу по бледно-лиловым волнам. Начинался ураган, и это было пострашнее плохой погоды. Пышная белая борода и благородный облик Дожа побудили Тинторетто запечатлеть его в своей картине. Его сравнивали с Нептуном, повелителем морского царства. Шептались даже, что он похож на самого Господа Бога. Но Дож, будучи глубоко верующим человеком, отверг бы с возмущением эти сравнения, хотя и по разным причинам. Однако сегодня он готов был пожертвовать всем, лишь бы что-то помогло ему спасти Венецию в тяжелый час. Он видел, как вдоль пристани, на которую уже обрушивались волны прилива, торопливо шли шесть человек, прижимаясь друг к другу, чтобы укрыться от ветра и брызг, задевавших края их черных накидок. Длинные рясы с капюшонами делали их похожими на монахов. Но эти шестеро были служителями науки, а не церкви. Они ведали жизнью и смертью. Они были врачами. Когда они приблизились, Дож смог разглядеть их маски. Изогнутые клювы из слоновой кости, торчавшие, словно когти хищников из-под черных накидок. Маски вселяли ужас, но повод, заставивший их надеть, был еще более зловещим. Они были его медико де ля песта. Чумными лекарями. Шестеро ученых из хороших семей. Все получили образование в лучших медицинских академиях. По одному на каждой из шести сестерей Венеции. Сестерей, городской округ. Увидеть всех их вместе – дурное предзнаменование. Дож Себастьяна Виньер сомневался, что они вообще когда-нибудь собирались вместе. Ему показалось, что они налетели, как стая ворон, на чью-то могилу. Может, его собственную. На мгновение плечи у него опустились, и он почувствовал себя стариком. Он смотрел, как врачи пересекли несравненную Риваделья с Кьявони, одну из чудеснейших улиц в мире, и ждал, что с минуты на минуту они войдут в его великолепный Белый дворец. Холодок пробежал у него по спине, словно отбрызг холодной морской воды. Он припал головой к прохладному стеклу и на одно блаженное мгновение прикрыл глаза. Поэтому и не увидел, как венецианские голиасы заскользили вдаль по темным разбухающим волнам. Он прикрыл глаза. Всего на долю секунды, чтобы насладиться покоем и вдохнуть соленый воздух. Запах Венеции. Себастьяно Веньер выпрямился, вспомнив, кто он такой и где находится. Он взглянул на искусную каменную кладку окон и лучшее венецианское стекло, заглушавшее грохот морских волн. Запрокинув свою благородную голову, он увидел на потолке непревзойденные красные и золотые фрески, созданные сотни лет назад лучшими венецианскими художниками и покрывавшие бесконечное, величественное пространство наверху. Однако ни это богатство, ни вся эта слава не смогли оградить его дом от чумы. Дош уселся на свое великолепное кресло и стал ждать, когда доложат о приходе врачей. Они вошли вереницей один за другим, промокшие насквозь и обступили его, как стервятники, жадно блестя красными хрусталиками глаз на своих масках, словно готовились растерзать его плоть. Но как только они заговорили, Дош успокоился. «Мы ждали этого, господин», — начал один из них. «В ботаническом саду иезуитов появилось необычайно много бабочек. Сотни тысяч». «Бабочек?» — спросил Дош, приподняв белую, как снег, бровь. Врач, не уловив холодности в его тоне, продолжал. «Конечно, господин Дош, бабочки известны как предвестники чумы». «Так оно и есть», — вмешался второй. «Были и другие знамения. Хлеб из пекарни арсенала, если его разломить пополам, начинает кровоточить». Дождь сжал подлокотники кресла. То, что чума проникла в Венецию, ему уже было очевидно. Вопрос в том, как с ней бороться. Бесполезно. Один из лекарей предлагал лечить заболевших, привязывая им к шее мертвую жабу. Другой советовал засовывать хвост живых голубей в воспаленные бубоны в паху и подмышках, чтобы хвостовые перья вытягивали заразу. Они заспорили, сшибая клювами масок, которые казались теперь до смешного нелепыми. Их елейные голоса стали визгливыми, и они загалдели, словно стая уток. Дождь в раздражении перестал обращать на них внимание. «Эти лекари! Шарлатаны! Шуты! Один самодовольнее другого!» Он перевел взгляд на настенный ковер, в тени которого стоял человек, такой же старик, как и он сам. Он прислушивался к разговору в ожидании, когда Дождь позовет его и сообщит, зачем за ним послали. Этот старик, к слову сказать, архитектор, на самом деле тоже не слушал спорящих. Больше интересуясь зданиями, чем людьми, он любовался тем, как подчеркивают изгибы потолка каменные ребра, пересекаясь над его головой и, как пропорции пилястров, дополняют великолепные фрески. Как и Дождь, он ужаснулся, увидев входящих в покое лекарей. Все, от Дождя до самого жалкого нищего, знали, что означают эти маски. Чума проникла в город. Но архитектора это не слишком заботило. Два года назад уже была небольшая вспышка чумы, и теперь он собирался сделать то же, что и тогда. Он покинет город и отправится в Венето, возможно, в свой старый дом в Веченце. Там, в горах, пережидая, пока чума утолит свою жажду, он будет строить планы и рисовать, потягивая вино. Быстрая лодка до Мистре, резвый конь до Тревизо, и он будет в Мазере к закату, в доме своих добрых друзей, братьев Барбаро. Там он знал, найдется место и для него. В конце концов, это он его построил. Как только он узнает, что желает Дождь, он уедет. Дождь устал слушать. Эти лекари не могли помочь Венеции. Они станут раздавать свои микстуры и лекарства, наживаясь на болезни. И кто-то выживет, а кто-то умрет. Сжимая подлокотники кресла так, что суставы на пальцах побелели, он в отчаянии опустил голову. Его собственные руки удручали его. Шишковатые, жилистые, с темными пятнами. Как мог старик сдержать чуму? Он откашлялся. Нужно действовать. Он не допустит, чтобы этот город, жемчужина мира, рухнул под натиском чумы. Нет, не такое наследство он оставит после себя. Старое сердце Дожи забилось сильнее. Он встал. Кровь прилила к его лицу. «Вы свободны», — обратился он к врачам чуть громче, чем следовало. «Вон!» Он взмахнул рукой, словно отгоняя стаю ворон. «Андреа Палладио», — произнес Дож, когда врачи закрыли за собой дверь, и его голос прогремел в величественных покоях дворца. «Подойдите!» Палладио вышел из тени и приблизился к креслу Дожи. Ветер распахнул створки окна, врываясь внутрь и неся с собой гибель. Палладио встревожился, желая поскорее уйти, но Дож, уняв свой гнев, снова сел и задумался. «Вы слышали о чуде святого Себастьяна на Джудеке?» — спросил он. Палладио слегка нахмурился. Хотя он никогда не встречался с Дожем прежде, но знал, что тот сорок лет командовал флотом, был глубоко верующим, уважаемым и достаточно мудрым человеком, чтобы избежать ужасающих тюрем республики, куда вполне могли его посадить сменившие друг друга члены Совета Десяти. «Неужели Себастьяна Веньер занял столь высокий пост слишком поздно? Возможно ли, что его разом помутнел?» Из окна Палладио видел остров Джудеку, на который обрушился дождь. Но даже сейчас он все еще был одним из прекраснейших сестьерий Венеции, огибая древний город с окраины, словно гребень. «Да, конечно», – неспешно ответил он, гадая, куда ведет этот вопрос. Дож вновь заговорил, словно рассказывал сказку или притчу. Когда свирепствовала последняя великая чума, в 1464 году к воротам монастыря Санта-Кроча на Джудеке подошел молодой воин и попросил воды. Все сестры были внутри, а госпожа-настоятельница находилась при смерти. Сестра-схоластика подошла к воротам. Взглянув на молодого человека, она увидела его сверкавшие серебром доспехи, огненно-рыжие волосы и лазурно-голубые глаза. В благоговейном страхе она подала ему стакан воды. Юноша, выпив всю воду, поблагодарил схоластику и велел ей и всем сестрам молиться святому Себастьяну день и ночь и пить воду из колодца. Если они сделают так, как он сказал, чума пощадит монастырь. Затем он вонзил свой меч в землю, и видение исчезло. Рассеялось, как туман. Когда Дошу молк, Палладио, который прикидывал, сколько времени уйдет на дорогу до Местре, почувствовал в наступившей внезапной тишине, что должен поддержать разговор. «Что же произошло?» – спросил он. Госпожа-настоятельница исцелилась в ту же ночь, как и все болевшие монахини. «Чума не коснулась ни одной из сестер, и все, кто пил из колодца, спаслись», – ответил Дош, поднимаясь. Он подошел к Палладио и, посмотрев ему в лицо с высоты своего роста, продолжал. «Многие годы этот монастырь был местом паломничества. Люди брали там воду из колодца, чтобы бороться с чумой, а потом и с другими недугами. Когда я родился совсем недалеко от Санта-Кроча, во дворце Виньер, меня назвали Себастьяна, в память об этом чуде. Но теперь монастырь лежит в руинах. Он умолк». В тишине было слышно, как загудел ветер. Теперь Палладио понял, что от него требуется, и сердце его охватило тревога. Многие годы он хотел строить на Джудеке остров с хорошей почвой из твердых пород и с лучшими видами на лагуну. Многие годы он обращался в Совет Десяти с просьбой выделить ему там место для застройки, но тщетно. А теперь, когда его единственным желанием было покинуть город, ему предложили то, чего он так жаждал прежде. Тонкие губы Палладио скривились в усмешке. Временами ему казалось, что Всевышний слишком насмешлив. «И вы хотите, чтобы я восстановил монастырь Санта-Кроча?» — спросил он. «Нет, не совсем». Дош вновь подошел к окну. «Взгляните на них, Андреа». Протянув к нему руку с искривленными артритом пальцами, он пригласил Палладио посмотреть вниз на дивное пространство площади Сан-Марко. Две проститутки прогуливались под окном в своих обычных красно-желтых платьях с обнаженной колышащейся при ходьбе грудью, несмотря на то, что дождь хлестал почем зря. Палладио, слишком старый, чтобы возбудиться от подобного зрелища, заметил того, кто напротив заинтересовался им. Мужчина наблюдал за проститутками, притаившись под аркой старой прокурации, и рука его стыдливо трудилась в промежности. Он поманил женщин к себе под арку и, сунув монету одной из них, тут же прижал ее к благородным колоннам, придерживавшим галерею, и задрал ей юбки. Другая женщина встала сзади и засунула руку ему в штаны, чтобы усилить наслаждение клиента. «Посреди улицы, Андреа», — произнес Дош, отворачиваясь. «Прямо посреди улицы великолепный столб, созданный вашим коллегой Сансавино, который делает эту площадь прекраснейшей в мире, превратился в место разврата». Он вздохнул в унисон с ветром. «Блуд, упадок, и становится все хуже и хуже. Раньше подобное могло случиться только во время карнавала, всего две короткие недели в году. Теперь таким зрелищем никого не удивишь. Этим мы славимся за границей. Над нами смеются. Никто не вспоминает о колоннах Сансавино или даже о ваших виллах и соборах. Все говорят о шлюхах, которые занимаются своим ремеслом на улицах». Дош положил руку на оконную задвижку, словно желая убедиться, что она надежно защищает от литворного духа. «А когда все узнают, что в город пришла чума, станет еще хуже? Призрак смерти творит страшные вещи с человеком, делает его необузданным, похотливым, заставляет красть, лгать, душу продать за звонкую монету». Палладио старался соединить разрозненные мысли Доша в рассказ о чудесах и блудницах. «Только один человек в силах спасти этих распутников от чумы и от самих себя. И это не я», — произнес Дош. Палладио подумал о шести лекарях из Сестиэри, но ни один из них не был достоин милости спасителя. Поняв вдруг, что Дош говорит о Христе, он изобразил на лице благочестивую набожность. Дош взглянул на него водянисто-голубыми глазами. Тусклые и слезящиеся, они казались старыми и подавленными. «Это вы», — уточнил он. Благоговейное выражение на лице Палладио сменилось крайним удивлением. «Разве вы не видите?» — продолжал Дош. «Господь карает Венецию. Нужна жертва. Дар столь значительный, чтобы смягчить божественный гнев и удержать его десницу от истребления города. Если медицина не помогает, пора обратиться к молитве. Вы, Андреа, вы возведете храм на руинах монастыря Санта-Крочи. Вы пойдете по стопам святого Себастьяна и построите церковь столь великолепную, столь угодную славе Божьей, что она будет соперничать с его творением. А когда закончите, придут сотни и тысячи людей, которые обратятся к Богу, воздавая Ему хвалу устами своими и, благодаря Его, колено преклоненно. Сила молитвы искупит наши грехи. Но, я думал, безусловно, это огромная честь. Но, возможно, я мог бы руководить строительством из Винченцо или Тревизо, — воспротивился Палладио. Его слова замерли под взглядом Дожа, и ветер засвистел в насмешку. Дож помедлил минуту, а затем произнес. «Андреа, мы с вами уже не молоды. Нам отпущено немного. Вы останетесь в Венеции, как и я. Это величайшая услуга, которую вы можете оказать своему городу. Разве вы не понимаете?» Он обхватил руками плечи Палладио и сжал их на удивление сильно. «Вы заключите договор с самим Господом Богом». Палладио вспомнил, как еще молодым каменщикам. Он всегда находил окаменелости в породах, с которыми работал. И дня не проходило, чтобы он не нашел хотя бы одного моллюска-наутилуса, окаменевшего в виде идеального завитка витруве, погребенного на тысячу лет в мраморе Каррера. И вот сейчас он попал в ту же ловушку. Это новое задание связало его по рукам и ногам. Он был буквально заперт в каменной тюрьме. Он распознал во взгляде Дожа ревностное упорство и понял, что Себастьяна Виньер не потерпит возражений. И как он мог подумать, что у Дожа глаза старика? Они горели теперь голубым огнем фанатизма, огнем святого Себастьяна. Даже если бы ему хватило смелости отказать, угроза тюремного заключения отбивала у него всякую охоту возражать. Палладио склонил голову в молчаливом согласии. Дож, который не ожидал отказа, позвал своего камергера. «Камерленго, проводите синьора Палладио домой и обеспечьте всем, что ему нужно». И еще остановил он камергера, который направился было за Палладио к дверям. «Найдите мне настоящего врача».